Данное видео выходит при поддержке спонсоров на Патреоне и Телеграме. Получить ранний доступ к контенту и увидеть своё имя в титрах каждому новому ролику можно по ссылочке в описании. Благодарю всех и каждого за поддержку. И слава Украине, дамы и господа, меня зовут Эш, и сегодня мы с вами поговорим о новом альбоме Аскин Александрии. С вопросом, куда мы пойдём отсюда? И это, кстати, хороший вопрос, который я бы хотел как раз и задать собственной группе в креативном плане. Так как здесь уже выжато всех идей и всех мыслей тупо по максимуму. Нового не придумано, старого не переосмысленно. Даже с эмоциональностью и искренностью вот просто в исполнении тоже как-то не сложилось. Безусловно, это не провальнейший провал, который группа нам выдала в альбоме Like a House on Fire или Дом в огне. Но даже с предыдущим релизом See What's on the Inside, музыкальные работы группы воспринимались намного интереснее, намного эмоциональнее и намного свежее, что ли. И да, если бы весь альбом был бы отменён и фанатам группы чисто дали исключительно сингл Dark Void, как такую одноразовую акцию возвращения к тяжёлому музыкальному прошлому, то и это даже было бы лучше. Как и обещалось после этого сингла, альбом будет делаться исключительно для фанатов чего-то прошлого или среднепериодного. Но забегая наперёд, скажу и наверняка разочарую многих, что первыми тремя альбомами здесь даже и не пахнет. Слегка попахивает прекрасным, кстати, одноимёнником 17-го года, да и то очень редко. Но, как обычно, обо всём по порядку и по треково посмотрим, что у нас к чему происходит. Трек Bad Blood мне показался попыткой товарищей АА сделать что-то наподобие песни Mantra от Brin Me The Horizon с таким же внезапным врывом на всратом вокальном сэмпле и такими же всратыми бластбитами в припеве. Тем не менее, типа мантры ничего особо не получилось, так как при всей своей понятности и при всей своей простоте мантра как раз заедала в голове со старта, несмотря на то, что типа это тоже далеко не самая лучшая песня в мире. Плюс, как бы мы не относились к вокальным способностям товарища Оли Сайкса из Brin Me The Horizon, но текстовик-поэт, он определённо лучше товарищей из Аскин Александрии. Песня Bad Blood это проочередные токсичные отношения, рассказанные всеми до Александрии и после них наверняка ещё будут рассказываться не единожды. По музыке же каша из гитар с абсолютно не считаемой мелодией, бластбиты в припеве, который воспринимается с каждым прослушиванием всё хуже и вокальный перформанс, который всё так же не радует особо там какой-то выразительностью, оригинальностью, динамичностью и потому даже не запоминается особо. При этом, кстати, я соглашусь, что идея с бластбитами в предприпеве, да, или в бридже, или припеве, вот это странный, кстати, сегмент в этой песне, могла бы наработать эта идея здорово, если бы эта скорость и напор сохранялась и соблюдалась всю песню, так как это происходит там в соответствующих экстремальных жанрах, где бластбиты используются чаще, то есть скорость и динамика вот этой максимальной агрессии и напор он сохраняется, и поэтому бластбиты не слушаются как что-то странное. Здесь же ощущение, что эти бластбиты внезапно прорываются, как всратая рекламная пауза среди скучнейшего кино. Things could be different. Это как раз из тех песен, которые напоминают о более тяжелом метальном прошлом группы. Причем, мне реально нравится, говорю сразу, как песня начинается, и мне нравится концовка с динамичным ритмом на гитарах и синтезаторах, но все остальное это просто-напросто филерный такой проходняк. Меня напрягает булькающий тембр вокала с намеком на экстрим. Меня точно так же усыпляют гитарные однотонные ритмы вместе со всем этим. При этом сами партии прописаны без особой мелодической вариативности и кажутся просто средним слепком всех песен ААА последних лет. Let's Go Это моя любимая Сэмпи Тернолевщина. Для многих наших зрителей и наших регулярнейших стримов это наверняка уже стало хохмой и целым локальным мемом, что в каждой второй песне мелодик металлкордных коллективов я слышу песню Брин Мезо Хорайзон Слипвокин. Но ритмика, состоящая из слоев синтезаторов и гитар под медленный темп, они как бы напоминают, и уж, я не знаю, может у меня испорченные ассоциации. Ну вот, послушайте сами эту песню и скажите, что она вам не напоминает Слипвокин. Ровно как и вокальный сэмпл женского вокала, как из других песен альбома Сэмпи Тернол. Возможно, сама вызвучка, превращающая гитары просто в шумный фон, вот за которым теряется все, еще поганит вот общие впечатления. Но даже без них мы все так же не слышим ни одной оригинальной запоминающейся вокальной линии. И эту фразу я буду повторять на протяжении всего видео. Такого практически не происходит. Мы только слышим странный бридж, который пытается изображать эмоциональность. Но она, вот эта эмоциональность и эта драма, скорее воспринимается как изображение эмоциональности и драмы, а не искренние эмоции. Песня «Сайко» или «Псуча», если так удобнее будет называть, как раз мне показалась и понравилась мне лучше как на релизе, так и вот в рамках этого альбома, поскольку она как-то, ну она вот оказалась немножко интереснее. И вот мне нравится, что здесь мы имеем более контрастную динамику между практически с чем-то хип-хопово-аренбишным в куплетах до рвано-метального в припеве. Ощущение, будто вот мы слышим такой свой вариант молодежного металла-корева, типа как это делает Ocean Groove или группа Don't Broke. То есть, если вы знаете таких товарищей, я думаю, вы поймете, что я имею в виду. И во многом это довольно новый звук для Александрии, и мне кажется, что даже самим товарищам из банды понравилось работать с этой темой намного больше, чем с другими. Да и по аранжировке, вот как раз низкие грувы гитар хорошо балансировали речитативные вокалы и вот это воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу в припеве, соответственно. Dark Void Как я и говорил в начале обзора, эта песня слушается лучше всех для меня среди прочих. Она действительно чувствуется как развитие мелодик метальных идей вот одноименного альбома вместе с прикреплением старых музыкальных элементов. Зачастую как раз брейкдауны с хоровыми вокалами, как вот это было в дебютном альбоме и во втором альбоме, по-моему, тоже такое часто было. Работают, кстати, очень здорово. Равно как и сама припевная партия удачно вот взрывает куплет, держащийся на многослойной барабанной партии, что парадоксально, кстати. Повторюсь еще раз, если бы группа выпустила только эту песню вместо всего альбома, я был бы намного более доволен. Да и наверняка другие тоже. Nothing Left Это по сути песня Let Go номер два, которая ощущается всем пятерноловщиной снова. Даже то недоразумение, которым оказался гитарный соляк где-то ко второй половине песни перед финальным припевом, воспринимается намного веселее и интереснее всего остального. Little more love And every day I feel a little more broken Опять же, каша в гитарах. Вокалы не доносят яркого и выразительного мелодического контента как такового. А по лирике опять рыдаю текстом про Я опять хотел изменить прошлое, но мне не получилось, и потому я поганю нынешний, и поэтому все очень плохо как тогда, так и сейчас. Стандартная лирическая тема, которая тянется уже, ну, ну, если не всю дискографию Александрии, то как минимум вторую ее половину так точно. Поэтому да, мы это слышали очень много и множество раз. Хватит. Песня Feel Это опять же по сути то же самое. Средняя ритмика, многословный припев с минимумом мелодизма и вот какого-то эмоционального, я не знаю, накала, присутствия что ли какого-то. Равно как и вызвучка не радует какой-то сбалансированностью или контрастностью даже, чтобы вот что-то бы запоминалось или выделялось на фоне чего-то другого. Просто слушаешь как фоновый метальный филлер. Опять же, ничего плохого, но и даже шумные синты в середине песни не подогревают интерес, вот увы. Let the dead take me. Гитарный грув классный, кстати. Мне он очень зашел с самого старта, вот то, что в интро играется на гитаре, это прям прикольная идея. Равно как и припев с многоголосиями симфоническими сэмплами тоже очень даже неплох. Тем не менее, в нем слишком много всего. Вот это тот случай, когда слишком много. От, опять же, внезапных бластбитов не к месту и хоровых кричалок на-на-на-на-на-на-на-на. Нафига они там нужны были, неизвестно. На момент прослушивания этого трека, кстати, у меня реально сложилось впечатление, будто группа вот решила вывалить тупо все, что можно посчитать вот таким тяжелым для любителей долбиться головой об стену от альтернативно-метальной музыки. Дескать, найти вам долбитесь. Вот только юмор в том, что долбильные орбит калчера, о которых мы говорили в прошлый раз, сделали лучше мелодику, чем Александрия сделала и мелодику, и долбильню. Kill it with fire. Это просто панково-хардкористое недоразумение с самыми упоротыми экстримами, которые может себе позволить современная группа в 2223 году. Ощущение, кстати, сложилось, будто эту минуту звукоряда вот просто добавили, чтобы альбом, ну, дотянуть как-то до 39-й минуты хронометража, и чтобы этот опус технически не считался за EP, потому что если он будет считаться за EP, то он будет хуже, как бы, реагировать на алгоритмы на стриминговых сервисах. Holding on to something more. Это такая же филерно-ровная мелодикорная песня, без кринжи, без барахла, но формульная и потому быстро падающая на фон. Как и со многими песнями здесь, я все задавался вопросом, а что конкретно здесь от Александрии? И с каждым новым прослушиванием все меньше и меньше находил ответы этому, ни в инструментах, ни в вокалах, ни в текстах, ни даже в сыром эмоциональном исполнении. Ну и акустическая, вот эта финальная титульная баллада Where Do We Go From Here в попытке сыграть на акустике лучше, чем это сделали там какие-нибудь условные poets of the fall в песне Carnival of Rust. Понятное дело, что если ты тягаешься в балладах с poets of the fall, то у тебя максимально сложная задача в этом. И акустические баллады, кстати, работают только в том случае, если они либо имеют драму в тексте, либо в голосе. Тут же есть намерение на драму, но зачем, опять же, само только намерение, если, опять же, есть те же poets of the fall, есть те же другие группы, которые пели баллады лучше. Даже сольная работа Дэнни Ворстноба, вокалиста Александрии, ну, имела баллады и полуакустическо-роковые темы намного эмоциональнее, веселее, и потому как это ближе и интереснее. То есть, как вы можете себе представить и можете себе понять, впечатления от альбома у меня, ну, мягко говоря, смешанные. С одной стороны, есть неплохие попадания в бенгерную модель одноименного альбома в песне Dark Void, есть закос под молодежный металл в песне Псуча, но все же остальное мне просто показалось филером, который сделан для слушателей просто как одолжение и как просто обязанность перед лейблом. И это делает альбом среди всех прочих таким же серым и таким же неинтересным. Дом в огне был, кстати, горячей кучей мусора, которая хоть как-то, но запоминалась. See What's On The Insight был вполне себе неплохим отходом в хэви-металльную, там, стезю с закосами стамина прогрессив, как это делали Avenged Sevenfold. Но сейчас же в сухом остатке мы имеем просто филеры. Это не максимум креатива, как мы слушали на альбоме Sleep Token. Это даже не новый альбом Avenged Sevenfold. И это не долбилово для максимальной бодрости и танцевальности. Все это по итогу действительно вызывает один простой вопрос. Куда дальше-то после такого креатива? Нужно вот реально что-то срочно решать, что-то сочинять, что-то делать и чем-то удивлять. Ну, если есть желание делать музыку чуть более интересную, чем последние три альбома. Кстати, вот старые известные коллективы, вот в особенности в корных жанрах, если мы сами вспомним, те же Brin Me The Horizon, те же Architects, те же Parkway Drive, кстати, решили делать что-то другое. И они в этом другом имеют успех, потому что делают это как бы от чистого сердца, от головы и от своего желания. И я думаю, что Александрии пора бы, пора бы уже делать что-то новое и не идти на поводу якобы потенциальных желаний фанатов. Шугейс, нью-металл-кор, рэпчики, там, арт, прогресси, все что угодно. Лишь бы это было интереснее им самим. А в данном альбоме все же остается впечатление, что в большинстве песен группе было делать это не очень-то интересно. Соответственно, вряд ли для кого-то будет удивлением, если вам будет это не очень интересно слушать. А так это все на сегодня. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Если вы оказались тут впервые, то не забудьте подписаться на канал. Напишите в комментариях, слушали вы Александрию или нет. Что вам понравилось, что вам не понравилось. И на какой альбом мне стоит сделать обзор в будущем. Рядом с моей головой вы увидите другие ролики с другими видео. А в описании вы увидите ссылочки на наш твич, где мы стримимим по воскресеньям. И на наши спонсорские платформы Patreon и VIP Telegram, где можно получить ранний доступ ко всему контенту, включая последние реакции и самые свежие видео, которые выходят у нас на канале. И увидеть свое имя среди наших любимых спонсоров, которых мы любим, уважаем и которым мы очень-очень признательны. А так, это все на сегодня, дамы и господа. Всем спасибо за просмотр и, конечно же, слава Украине. Всем пока!